И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест. Сегодня, как и обещала, мы продолжим эту эпопею с Анатолием, что с ним дальше случилось, что он думает о дальнейшей жизни. То есть вот мы привели его к доктору. Доктора зовут Леонид Львович Раяк. И сегодня мы как бы продолжим нашу беседу и эпопею. Решим, что делать дальше с Толиком. Четыре месяца назад. Четыре месяца назад, да? Вы помните, в каком вы были состоянии? Да. Расскажите. Ну, тогда я... Запой худой, страшный. Все, семье плохо было, да? Так? Так было? Взялся, как говорится, за ум, решил заканевраться. Ну, пройти так. Не надо это слово «кодирование». Вы знаете, я не люблю. Я люблю слово это заменять. Лечение. Психотерапия называется. Кодирование. Мы сейчас с вами разбирали, что такое, да? Вот. Он тоже знает, но он подзабыл. Так, хорошо. Вот провели вам лечение. И что? Ну и нормально стало. Нормально себя чувствовал, да? То есть, сколько, четыре месяца или сколько вы... Пять. Пять месяцев не пил. Почему не пришли на контроль через три месяца? Я всегда прошу своих пациентов прийти на контроль, чтобы я с вами поговорил, как у вас дела, есть ли тяга, если там бывает стресс и депрессия, полечим. То есть, если у тебя тяга, скажи, так? Говорил? Значит, вы не выполнили, да? Почему? Тогда я забыл. Забыл, видите, забыл. То есть, ну, если человек не выполняет то, что ему говорят. Многие, конечно, не приходят. Или там появляются через год, говорят, я не пью. А вы же начали пить. В принципе, Леонид Львович, и тяги не было. О! Слышали? Не, молодец. Вот дайте за это руку пожму. Что честно признался, что никакой тяги нет. Так? Тогда вот возникает вопрос, Олег, да? Почему вы все-таки употребили алкоголь? Вот этот момент нам надо проработать. Потому что у меня есть вот молодой пациент, который пришел, да? И он хочет свою проблему решить. Он молодой парень, 32 года, да? И у него двое детей. И у него есть жена очень хорошая. И вот мать тоже это подтверждает. Держит, держит. Да, и он, смотрите, вот он пил и считал, что он не больной. Он пришел ко мне, да? Как и вы, кстати. И он сказал, жалоб у него нет. Потом я говорю, ну-ка давай жалобы. И он начинает. Не могу остановиться две недели, если начинаю пить. С работы уже записал заявление. Жена собрала чемодан и ушла. Двое девочек в конфликте плачут. Памяти нет. И он говорит, что жалоб нет, да? Точно так же и вы, наверное, говорили, что жалоб нет, да? Но вот что интересно, что у него отец 20 лет назад, когда врач ему сказала, что у тебя язва и она может лопнуть, и поспорил со своими друзьями, просто сам раз в раз и бросил. Так? Да. Оттвердите, да? То есть вот муж, представьтесь, у вас не снимают. Нина Ивановна. Муж Нина Ивановна, да? Вот 20 лет не пьет после того, как врач ему сказала, что у тебя язва, она может лопнуть, и все. И поспорил еще с друзьями. И не пьет 20 лет. Олег, сколько вы не пьете после меня? Четвертый год. Четвертый год. Была тяга у вас? Нет. Сразу отращение. Вы помните, какой вы были до этого? Помню, конечно. Что было с вами тогда? Ну, я тогда еще не соображал. Тоже не соображал, как он, да? Я тогда еще не соображал. Да, но вы тогда, смотрите, ни бизнеса, ничего. Сейчас... Ничего не было. Сейчас все. И деньги, и машину купил, и ребенка родил, наверное. Двоих? Двоих, то есть я крестник. Ну что надо еще? Потому что это молодец, это умница. У меня тысячи людей, которые делают то, что врач сказал, они счастливые. Ну, если ты не делаешь, вот вы акушер, да? Если сказал врач, там, не рожай, у тебя будет, там, ну, больной ребенок, он умрет. Или рожай. Ну, надо делать, как все врачи говорят. Так же? Да. Ну вот. Хорошо. И вот смотрите, Олег, за это время у вас тяги не было, и вы мне сказали, Анатолий, что тяги у вас не было. А теперь самое интересное. Почему человеку, у которого сделали все, вы посмотрели, какой он был, вот он сейчас еще, ну, он не разрушился, он весе прибавил, еще, ну, просто отечное лицо, потому что вот этот срыв ему там. А вот, Олег, скажите, как бы он изменился после лечения? У меня жена сказала, что на 10 лет помолодел. Ну. Она его видела до этого. Видела, да? А потом, ну, и что тебе надо, Анатолий? Что надо было вам? Каждые 5 месяцев вы стали нормальным человеком. Леонид Львович, скажу, что не говорил, там, было неприятно с дочерью. Стоп! Начинаем с этим работать. Смотрите, вот алкоголики, больные алкоголизмом, да, всегда находят какую-то причину. Неприятность с дочерью, поругался с кем-то. Да, да. Или наоборот, или наоборот, кошка родилась, как я не замочу. Причину нечего. Причину всегда не находят. А я говорил, как вам, будет неприятность, Анатолий, с дочерью, с дочерью, с дочерью, приходите ко мне, дочку приводите, буду помогать. Я ему говорил, я говорю, Толик, я говорю, вот он в последнее время с Мурной ходил, я говорю, Толик, в чем у тебя проблема? А почему вы не позвонили? Нет, я ему сказал вообще по-другому. Я говорю, Толик, пошли, вот ко мне пофиг, работа, пошли, купим билет в кинотеатр, и сходим в кино, просто на толпе побудем, если тебе хочется. Хочешь, давай мангал возьмем, шашлык и сделаем. А он еще не бил же тогда? Нет, еще тогда не было. Так, почему они не позвонили, вы сказали, вы сами, Олег, сказали, давай вместе Леонидовичу позвоним, вот что-то у него депрессия. Я лечу, я говорю, пожалуйста. Так вот, какая неприятность с дочерью, давайте, если это не такой уже секрет. Ну, как, решила прервать со мной отношения, и бывшая жена, я вот надеялся. Дочка? Да. Несмотря на то, что вы не пили. Да, да. Бывшая жена научила. Может, может, это. А раньше она с вами общалась. Да, и были планы. А где она живет? Жена сейчас в Москве. А дочка? Дочка здесь, в Бресте. А почему-то она ни с того, ни с сего, она знала, что вы не пьете? Знала. Почему она с пьющим общалась, а с не пьющим не хочет? Что-то вот. Ну, что-то ты тут скажешь. Значит, жена настроила легко. Может, кто-то. Она мне откровенно не сказала. Папа, не звони мне больше. Так, обождите, стон. Ну, вы же не ребенок, вы бы приехали к ней, с дочерью. Скажи, вы же до этого общались, когда пили? Да. Может, она была недовольна, думали, что быстрее пойдете на тот свет, и что-то разделит ваше. А тут пить перестал. Все же им осталось. Ну, так а что? В чем? Вы с ней поговорили? Нет. Почему? Сразу кинулся в памятник. Вот. Смотрите, типичная реакция алкоголика. Вместо того, чтобы решить разумным путем, посоветоваться с другом, с врачом, он уходит от проблемы, пьет. Ему только набла причина. Ну, дочка, при чем здесь дочка? Сколько ей лет? 29. Ну, и пусть вы с ней не общаетесь. Ради бога, вы строите свои отношения. Вы женаты? Нет. Есть женщина у вас? Есть. Ну, вот, у вас есть женщина, работа, ну, причем дочка взрослая. Хотелось сохранить. Почему вот так резко, без всяких объяснений, без ничего? Не резко. Начал как-то я, не то, что я выпил, успокоиться корвалолом. Стоп! Вот, корвалолом. Стоп! Успокоился. Знаете, сколько он выпил корвалолом? Девять пузырьков. Он успокоился. Успокоился охренеть. Три дня не просыпался. Он у меня дома живет. Олег, если бы он даже выпил 10 капель, да, то при этой болезни существует закон первой капли. Как только ты эту первую каплю берешь, все, ты уже неуправляемый становишься. Все равно сегодня или через... Ты выпьешь. Вот у меня, смотрите, Олег, дайте мне эту черненькую книжку. Вот здесь, ага. Вот, смотрите, вот это вот журнал моих наблюдений, да, кого я лечу. И они потом приходят, у меня есть по 10, по 15 лет не пьют, да. И вот, значит, ну, Владимир Николаевич, фамилию мы, конечно, не называем. Вот, он у меня лечился первый раз на три года, не пил три года. За неделю до окончания срок он приходит еще раз лечиться. Пять лет не пил уже, да. Восемь, получается, да. И все, потом он сам не пил год. Получается, девять лет не пил, да. И потом на этот Новый год он решил попробовать шампанское. Он имел право, он не был на блоке, как вы. У меня через 15 лет знакомый тоже попробовал шампанского. Ну, он кодировался, правда. Кодировался он на три года, не пил 15 лет он. Он начал с безалкогольного пива. Слушай, потом в Новый год, вот именно вот вы просто сказали, я вспомнил. В Новый год он выпил фурже. Шампанского при мне больше не пил. Через неделю я слышу, что он в офигенном запое, лежит с сердцем. Ну и короче, вот сейчас не знаю, живой нет. Совершенно верно. Значит, вот, видите, это есть как у вас. Есть в вашей технике или покраске закон. Если ты не подготовишь, покрасишь, вздыбится все, да? Так и здесь, хоть через 10 лет. Здесь то же самое. Вот смотрите, человек 9 лет не пил, выпил шампанское на Новый год. На 7-е выпил уже вина, потом водки и запил. Но так как он не был на блоке, и он со мной в контакте, он сразу же мне позвонил, сказал, доктор, я вот попробовал. Ну, ты имел право, еще раз убедился, что у тебя не получилось. Пришел и сейчас уже на 10 лет пролечен, да? Вот тут рядом же запись. Руслан такой, лечился у меня в 2007 году на 5 лет, не пил 5 лет. Кончился срок лечения, решил все-таки попробовать. Думал, что получится. То же самое, запой. Вот все книги тут, сколько людей не было, хоть бы кто. Вот кто нормально, кто не пьет, все нормально. Кто пытается выпить, а если вы еще на блоке выпили, вот и расскажите, что потом происходило. То есть здесь психологический, биологический блок. Вот вы ничего не помните. Олег, расскажите, что с ним происходило. Там тоже. Вот как вы его нашли, что? Его позвонили. Я только интересно. Вот вы решили выпить для чего? Чтобы успокоиться или чтобы помереть? Чтобы успокоиться. Чтобы эта проблема ушла. И больше не пить? То есть кровололом? Да. Кроволол. Кроволол на спирту. На спирту. Да он его из-за спирта и пил. Да. 100%. Да, но получается, что вот эти капли, даже если по 10 капель, все равно мозг возбуждается. Я с вами говорю, ни корвалол, никакой, ничего. Кефир, говорят, кефир можно. Чтобы на кефир среагировало, надо бочку выпить. 40 литров, это как 50 грамм водки. Да, совершенно верно. Так вот вы решили, что выпить и успокоиться, и больше не пить или как? Вот как у вас получилось? Ну, в принципе, да так. А я вам что говорил? Надо было к вам идти. Надо было ко мне идти, когда у вас начался конфликт с дочкой. Мы бы решили, ее бы я пригласил, и мы бы провели психотерапию такую, да? Я пришел, я пришел к вам, я пил из-за депрессии. Да, кстати, у Олега, он же пил, потому что он обосновывал, что у него депрессия, поэтому он пьет. Я ему как сказал, Олег, давай мы сначала оторвемся от водки и посмотрим, что останется в твоей депрессии. Он оторвался от водки, депрессия исчезла. И не надо никакая водка, да? Значит, круговая порука была. Я пил из-за того, что депрессия, а депрессия у меня была из-за того, что я пью. Да, то есть замкнутый круг. Да, замкнутый круг. Смотрите, потому что алкоголь, он сначала выброс серотонина повышает, а потом резко падает. И серотонин – это гормон вот этого вот, нашей удовольствия. Получается, это ложный всплеск, потом он падает, и тебе опять надо водка. Но у меня был пациент, действительно, у него была депрессия. И он пил весной и осенью, когда возникало вот это вот спать. Да. Но вот он, когда возникал спать, настроение, он пытался водкой улучшить. Я ему тогда назначал антидепрессант. Вам назначалось? Да. То же самое. Вот, теперь у него не депрессии, ничего. Нет, вы тоже назначали, я месяц принимал. Да, все, все прекрасно. Так надо было еще тебе продолжать. Потому что лечение алкоголизма – это ж не кодирование, там, или только в вену ввели и иди. Это только часть лечения. Лечение должно комплексно быть, в зависимости от личности. Человек сам себя… Какой у тебя характер, какие у тебя причины. Не каждый врач на это имеет время или знание, чтобы как бы разобраться. Потому что есть чистый кодировщик, там, закодировал, и многие не пьют от этого. Но есть ложное мнение, что кодирование – это вредно, тебе в голову влезут. Так? Так говорили вам, Евгений, друзья. Не декодироваться, потому что это вредно, да? А что такое кодирование? Человек не представляет. Да, вся наша жизнь – это кодирование. Вот, понимаете, тебе друг сказал что-то, ты пошел, повелся, вот он тебя и закодировал. Только в другую сторону. В другую сторону. Вот. Таким образом, смотрите, вот вы прикоснулись, а дальше уже еще не купите. То есть, то, что вы написали в расписке. Я вам говорил, если выпьете, будут проблемы с поведением, с психикой. Все подтвердилось. Все подтвердилось. Три дня он вообще, он ничего не соображал, он лежал вот у меня дома, дети там уносили водичку, и это, а, дядя Толя болеет, бедный. Он мог умереть. Да. В туалет за ручку ходил, ноги не ходят вообще. Только мы все же не начали ноги ходить. Значит, получается, смотрите, вот вы бы умерли, а бывают родственники, вот он умер, он у вас лечился. Ну так он же ничего не выполнил, у меня расписка ваша лежит, кстати. Там написано, если я захочу пить, я должен прийти к врачу, сказать, что вы мне не помогли, или вы плохой врач, или у меня тяга. А вот, но сначала прийти и сказать, разблокироваться и тяпить. Так? Или наоборот, я вас успокою, да? Я же вам рот не закрываю и не связываю. И вы ответственность не связываете. У человека голос в голове говорит, иди вешайся. Какие силы надо? А это белая горячка уже. Вот вам специалист, скажите, даже в вашей специальности бывают привозят и психозы, да? Родовой психоз, допустим, да? У женщины. Так же не наоборот? Да, да. Она в этом состоянии голоса. Тебя говорят, иди убивай там кого-то. И все. Вот сейчас мальчик в Москве взял, расстрелял учителя и этого полицейского, да? Поведение неадекватное. И я думаю, что психиатры, оценив это, скажут, что у него проблема с психическим здоровьем. Может быть, даже он будет невменяем. Или это аффективное состояние какое-то. Но мне кажется, он болен. И его судить не будут, как ни странно. Он поубивал людей. А потому что у него психоз. И человек в этом состоянии, в котором вы находились, он невменяем. Он может себе что-то сделать, кому-то сделать, выброситься с окна. Вот и все. Потому что вы нарушили то, что было вам сказано. Пять месяцев нормальной жизни и одна секунда, и все, да? Да, и все в пропасть. Это мне помнится. Пять минут, даже удовольствие не успел получить, сразу отключился. Ну так зачем тогда это было дело? Понятно, да? Так, и потом, когда уже вынурнули, вот из этого состояния, что было? Ну и я понял, что я в больнице, что разбил нос. Да. Надо что-то... А чего в больнице? А вы помните, чего в больнице? Помню. Что выпил. Что выпил, да? И дальше вторая мысль какая, третья мысль какая была? Ну что надо меры принимать. Какие? К вам идти. О, молодец. Все-таки была мысль, что дурак, зачем выпить? Дурак, конечно. Надо идти. Так, хорошо понял. Если бы не это я по не пью. Нет, соображать он начал на третий день. Ну, сказал вам, что надо... В больнице. Он, нет, он бубу-бубу-бубу, ну, понимал, головой махал. Значит, а в это время, значит, я вам скажу по секрету, у нас были переговоры с Олегом. Олег мне позвонил и сказал, Леонид Гоевич, вот что делать, вот я не пью, а вот мой напарник пять месяцев не пил, было все нормально, и тут выпил. Я говорю, что делать, надо его, во-первых, спасти, а потом распрощаться с ним, сказать до свидания. Иди пей дальше, снять блог и пей. Он жалко его там, и в интернете люди пишут, жалко, все-таки его надо пожалеть. Сколько раз надо человека жалеть, Олег? Помните, я говорил, если человек первый раз приходит к врачу, вот я вас пожалею, да, второй раз, третьего раза не должно быть, да? То есть нельзя всю жизнь пользоваться Олегом, как ему советуют, ты возьми, его жалко, ну давай жалеть. Вот человек сколько мучилась, жалела. Хорошо, что у него муж умный взял и перестал, и 20 лет не пьет, да? А, ну это, понимаете, еще есть такая жалость, что некуда идти. Я вам скажу, если бы нашим женщинам было куда идти, у нас бы сейчас половина браков распала сразу же, потому что они бросали своих алкоголиков и жили бы спокойно. Но так как некуда идти, мучаются и так далее. У вас же тоже второй брак? Не, я второй раз не... А, не жалела, но сожительство сейчас идет. Ну, а вот эта вот женщина, которая с вами, она пьющая или нет? Нет. Не пьет, хорошая. И она против, да, вашего? Ну, конечно, против. Ну, значит, нормальная женщина. Так, хорошо. Итак, смотрите. Вот получается, что вы, когда вы нырнули, сразу стали думать, что вы совершили ошибку. И я вам еще раз помогу. Но это последняя моя помощь. Если вы еще раз выпьете, вы, во-первых, можете умереть, раз, во-вторых, вам надо тогда искать другого врача. В Минске, в Москве, где хотите. Но Олег должен сделать вывод. Два раза можно человеку помочь, третьего раза не должно. Это я не помогаю только умственно отставому, так, который вообще ничего не собрает, приходит, я говорю, иди на укол лучше, я не хочу, потому что, ну, ничего не понимаю. Или слишком умному, который считает, что, ну, мне врача в медицине, так, ну, ты же сидишь и слушаешь. Вот я не знаю, как вас назвать. Или вы глупый, или вы слишком умный, и вы посчитали, что вы выпьете хорвалол, и больше не будете. То есть, в кавычках умный. Да. Так я вас просто хочу умным сделать. Нет, ну, тут еще, видите, многие не соображают, может, как-то не верят, они ждут вот от врача какого-то чуда. Чуда, да. Волшебная палочка, могу все, ты не пьешь, как вот есть такие врачи. То есть, я кодировался, я честно скажу, три раза где-то. Для меня, да? Да, кодировался я. Про врача я вам говорил, а фамилии называли. Да, не надо называть, пусть работают. Пусть работают. Но очень много шарлатанов. Здесь вот именно, я когда пришел, вы у меня были четвертый, то есть, мое состояние уже было ясное, что я вот пришел, лишь бы посидеть, жена сказала, иди, да. Ну, как бы было у меня желание. И я думаю, что-то врач там фигню какую-то мне горит. Я жду прихода, когда меня накроют. Что там, гипноз. Да. Что-то там шепчет, не пойму. Думаю, врач, наверное, сам больной. Ну, извиняюсь, у меня мысли такие были. Вышел, все как обычно, ничего, никакого эффекта, вообще ноль. Утром просыпаюсь, у меня дорога была, я утром просыпаюсь, иду в магазин. Магазин, виноводочный отдел, я покупаю, там обычную водку покупал, тут сигареты решил купить. Покупаю сигареты, и у меня взгляд попал на водку. И я чуть, вот я говорю, чуть не наблевал на прилавок. И я потом врачу еще звонил, я говорю, вот это вот чувство вообще пройдет, я не могу смотреть. Ну, мне это мешало, я иду за хлебом, я иду за хлебом через водку. И я не могу, я вот так вот боком-боком шел, и вот до сих пор я за столом, если кто-то, ну, выпить неаккуратно, знаете, там подавится или что-то, мне тоже плохо становится. Как бы сижу нормально с людьми на празднике, люди пьют, я могу и налить, но вот если кто-то подавится, у меня до сих пор такое чувство. Да, три месяца мне снилось, что я выпиваю, но я просыпался не от того, что вот я выпил, я просыпался в ужасе. Я думаю, как так, блин, ну не пил же, вот уже неделю не пью, вот зачем мне это надо было? Я в холодном поту просыпался, потом я понимаю, что это все-таки сон и самого счастливого человека в мире. И за первый же месяц у меня все пошло в гору. Все, абсолютно все. Все, что было вложено в его мозг, оно все работает. Да, ко мне уважение людей появилось, у меня начало в работе все получаться, у меня начали куча массы идей, вот и канал свой создали, и рацию свою создали. До этого у меня мысли в этом направлении не работали. По машинам у меня люди из Германии, из Франции гоняют везде, то есть строим свою камеру. Вот решили помочь брату его, брат его не пьет уже третий год, наверное, тоже как бы за ум. Сколько хорошего сделано. Да, тоже конченый брат был. А до этого вот было все. Самое интересное, что вы молодец, что вы сказали, что у вас тяги не было. Потому что некоторые пытаются спекулировать этим словом, особенно, когда я лечу курильщиков, у меня там при курении у меня 98, не курят и 100. При алкоголизме, при алкогольной зависимости 85 из 100. Таких, как вы, которые пытаются выпить, это процент может быть, я вам скажу, 15, которые пытаются выпить. Из них 10 приходят, как вы, и мы ставим точку. Опять нет, они потом спиваются и потом погибают. Но я как бы веду наблюдение за этим. Так вот, смотрите, самое главное, вот если вы сейчас Евгении скажете, вот почему вы пьете? Вы не пьете, например, 2 недели, там все, нет уже тяги, да, никакой. Почему вы начинаете пить? Да бывает. Что тяга появляется? Ну да. А вы курите вообще? Да. Курите. Есть тяга к курению? Да. Вот сегодня целый день не курил самому. Ты елки-палки, ну что же это за тяга, а? Ну, смотрите, опять ошибается. Посмотрите, вот вы, значит, не пили 5 месяцев, тяги не было. Была мысль, да, попробовать чуть-чуть успокоить нервы. Ну, по старой памяти, да. Приходит ко мне мужик и говорит, у меня, значит, вот Олег, например, с курением, да, или там другой. При курении же лечение отличается, там по-другому все идет, да. Так вот, приходит мужик и говорит, а вы, Олег, слушайте, потому что сейчас вы уже окончательно бросите курить у меня. Значит, люди, которые курят, они придумывают себе версию, что у них тяга, так? Вот это слово тяга в голове. И он, ну, а раз у меня тяга, он еще, вторая у него мысль какая, что я не брошу никогда, это так трудно. Вот Олег так думает, так трудно, да, мне бросить. Вот, приходит мужик, полковник, да, полковник, а я военный был. И он меня знает. Говорит, вот я пришел к вам от курения. Я говорю, а чего ты? Вы знаете, ну, я много курю, и вот мне сказали, что вы хорошо это лечите, что вы мне поможете. Ну, вы мне, наверное, не поможете. Я говорю, о, не понял. То поможете, то не поможете. Я говорю, что пришел ко мне. Говорят, что вы помогаете другим. Я говорю, ну, а ты чем хуже? Я три пачки выкуриваю. Я говорю, три пачки хоть сто, это не имеет значения. Как не имеет? Я же много курю. Я говорю, ну, три пачки. Ну, ты что, не хотите лечиться? Уходите. Нет, хочу, говорю. Я говорю, хорошо. А сам думал, ну, три пачки, да. Значит, сколько вам времени надо на одну папиросу, чтобы вы курите? Две-три минуты. Ну, три это ж не секс, там, раз-раз, надо же покурить, удовольствие. Ну, пять минут, ну, десять, ну, пять минут, да, по-моему, да? Среди стену сама скрыть. Ну, да, значит, пять минут, так, теперь, значит, и вот он сидит, у меня, я говорю, давайте с ним проводим психотерапию, а он думает, что я с ним разговариваю, потому что люди же думают, что психотерапия, это надо спать, да? И вот там, ну, он про танки рассказывает, что в Монголии где-то служил, а они ж любят вот это вот старое молотить. Ну, я терплю уже все, уже я не могу от этих танков. Полтора часа проходит, он мне рассказывает и смеется. Я говорю, это Иван Николаевич, что ты не понял? Он говорит, что? Ну, у вас же тяга, ну, как вы просидели у меня, вот, просидели у меня вот столько времени и ни разу не проявили тягу. Ведь если он курит 60 папирос, умножьте на 5, 3 часа он прокуривает, так, и он через 15 минут должен проявлять тягу, потому что это же надо выкурить. Простидели у меня. 15 минут и все. А он говорит, а вот вы сейчас мне напомнили, да, и вот сейчас меня потянуло. Потянулось. Тягу еще и напоминать. Вот когда он запил, надо ему напоминать, что надо обохмеляться, нет? А он говорит, обиделся на меня, говорит, конечно, вы не курили никогда, вам не понять. Я говорю, я хочу понять, ну, а как я тягу, говорит, вам покажу? Я говорю, ну, у вас же, не у меня, если бы у меня я вам показал. Ну, ну, хоть вы можете намекнуть, как. Тогда я говорю, вот у меня сидят пациенты там, ну, особенно женщины там с мужьями. Долго мы там, когда работаем, я смотрю, женщина вот так вот начинает делать. Что это значит? Он говорит, наверное, в туалет захотел. Я говорю, вы же видите, вот поза, да? Захотела в туалет. Значит, видно, что у нее тяга появилась, это действительно физиологическая тяга, которая нужна. А у вас, вы расслаблены. Я не знаю, говорю, закрывайте глаза, будем ждать. Ну, он сидит минут 10. Говорит, там ничего не тянет. Я говорю, ну, я же ничего еще не делал. Не знаю, говорю, давайте еще посидим. Он посидел еще минут 10. Я говорю, ну, не тянет. Я говорю, может, уже и не надо лечить? Нет, мне надо все-таки тяга. Закрыл глаза, через 5 минут он говорит, вы знаете, я понял. Вот когда я должен курить, вот я покурю, потом через 15 минут у меня тяга. Говорит, в чем она? Губы стягивает и показывает. Ну, не сильно, рот закрывается или как? Нет, ну, так как-то стянет. И я говорю, покурю, мне уже лучше. Я говорю, а вы возьмите губы, растяните в этот момент. Ну, зачем папиросу? Или палец ставьте, как, знаете, дети сосут. Потому что вообще интересная вещь про курение там разной теории. Ну, Фрейн говорил, что курят те, кто не дососал грудь матери. Или там не получают удовольствия от жизни. Он как сосунок сосет соску. Ну, вы же взрослые дядьки. Чего сосете? Вам врач оказывает помощь, оттолкнул. Вообще день-два не покурил и практически ты уже нормально, я тебе помощь оказываю. Поэтому у вас тяги никакой не было, а было просто нарушение. Ну, как бы саботаж или может быть вы показали, что вы слишком умный, да? То есть в медицине. Вы же не собирались пить и попадать в реанимацию? Нет, нет, нет. Вы хотели просто выпить и больше не пить. Такого не бывает. Я вам привел пример, когда у меня по 9 лет не пили, по 15 лет не пили. Вот стоит вашего мужа только выпить, все. Сразу же, не дай Бог, запью. Не трогайте, не бредите зверя. Хорошо. Алкоголизм не излечен. Итак, смотрите. Вот что сейчас... Это я знаю, я загнулся, что надо было к вам идти. Вот видите, ну как можно загнуть. Поэтому я память проверяю у каждого. У мага же лежит дома. Значит, смотрите. Вот сейчас у вас два варианта. Мы говорили с Алиам, потому что он ваш начальник, да? Сейчас отключим. Он ваш начальник. Мы говорили с вами. Значит, у вас два варианта. Или разблокировать мозг. Снять не надо ко мне ходить, пейте там как хотите. Или мы можем восстановить трезвость. Как вы? Нет, нет. Восстановить. Мы восстанавливаем. Хорошо. Тогда мы что делаем? Когда вы последний раз употребляли? Неделю. В ту пятницу. В ту пятницу, да? Вот мне что интересно, у него память не вылетает. Он вообще в коматозе. И он все помнит. Он же вам сказал, что он забыл. Это он косит. Это он косит. Он помнит такие вещи, которые я вскользь говорил. Он просто решил, что он всех переиграет. Он выпьет и больше не будет. Завтра он пойдет как агресс на работу. Так можно думать? Ну да. И приходит утром мне, говорит, я же не пил. Не хотелось мне сильно напиться, чтобы не идти на работу. Ну не бывает. Нет, на работу он приходит. Он наоборот убегает из дома и идет на работу. А надо вам такой работник, который шатается между машин. Там есть видео, вот мы снимали, как он попадает в розетку. Семь минут. Да. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, вот это обязательно. Розетка плохая. Да, да, да. Вот мы... Так, хорошо. Значит, и так вы хотите, чтобы восстановили трезвость, да? Да. А память у вас все-таки сохранена была, когда вы пытались выпить. Вы помнили, что я говорил, что не получится? У него провалах нет. Вот, и точно. Понимаете, в тот момент я вас вообще забыл, что не пить надо было, а идти к вам обратиться за помощью, а не к выпивке. Сейчас, секундочку. Вот, сейчас, алло. Я вам помогу, хорошо. Ну, хорошо, вы мне позвоните завтра утром, позвоните мне трезвый, потому что это бесполезно. И когда выпивши, это забудете все. Хорошо. Пожалуйста. Ну, вот, вы слышали. Дырки. Дырки. Так, хорошо. И так, значит, вы выбираете все-таки трезвость, так? Обязательно. А трезвость выбираете. Значит, тогда давайте наметим, когда вы придете ко мне, мне надо с вами отдельно поработать. Завтра, может, придете, я вам время назначу. Будьте готовы, да? Да, да. Значит, во сколько время? Ну, в любое. Как? Ну, давайте, Олег, я вам позвоню. Ну, это вы только завтра. Я вам позвоню, и вам позвоню, там, после обеда, наверное, где-то. Пока вы можете брать его в работу, пусть работает. И мы поспасаем. Я сегодня только с больницей не присутствую. Я думаю, что вы не конченны, вы, я думаю, что с этого разу поймете. Тем более, у вас такой пример рядом, замечательный парень, Олег, умница. Это как руку поджать человеком. Да, он вас практически спас, потому что ему разные предложения с интернета шли, как он говорит, да? Но я говорю, что два раза надо, потому что там есть неправильное предложение. Олег, ты всю жизнь должен тянуть его на шеи и бегать за ним. Это неправильно. Два раза надо помочь. Но в третьем раза не должно быть. А после меня, вообще-то, надо с одного раза понимать, потому что я же не уколы делаю, а работаю с мозгами. Ну, хорошо, все, и так далее. Договорились. Ну, что ты, Толик, скажи вообще, какие ты выводы сделал? Правильно ты поступил, неправильно? Нет, поступил я отрицательно. Что ты можешь? Подписчикам. Мы эту ошибку проработаем на второй встрече. Ну, ребята все видели, что был нормальным человеком, и какой я совершил ошибку. Дурну, и в следующий раз, какой-то стресс у вас или радости, делитесь со мной. Да, лучше обратиться к врачу. Ко мне приходите, я же только этим занимаюсь. Я занимаюсь и стрессами, там, и сбыточным весом, поведенческими, семейными. Ну, передай, всем привет, скажи, мне все потеряно. Скоро вернемся к работе. Я выписался из больницы. Скажи, скоро вернусь в работу. Будем на работе скоро. Всем привет, спасибо за ваши переживания. Ну, переживали все, да. Комменты он все читал в больнице, был у них там андроид, так что... Все он коменты читал, да. Хорошо. Вот вопрос многих мучает, да, многие думают, что... Сейчас, не так. Вопрос вот такой задам. Многих люди думают, вот они вылечились у врача, да, все, теперь они не алкоголики. Как бы это мнение, как бы многие очень заблуждаются в этом. Вот я попрошу объяснить, из-за чего появляется алкоголь, и объяснить людям, что это действительно болезнь, и болезнь эта никуда не уходит. Это только, как бы, приглушается. Это можно только вычеркнуть из жизни алкоголь, но ты так до конца своих дней останешься алкоголиком, ты не вылечишься. Я, что вы действительно умница, и вы помните то, что мы с вами прорабатывали. Значит, действительно, алкоголизм относится к заболеваниям, которые вылечить нельзя, чтобы человек вот мог научиться выпивать. Хотя, ко мне иногда приходят люди, которые, ну, еще не заболели алкоголизмом, а только начинают, да, то есть есть такое понятие привычное или бытовое пьянство. Это у нас, ну, 40% людей, они относятся к бытовым пьяницам. То есть это люди, которые употребляют алкоголь и по поводу, и без повода. Но чем они хороши? Они контролируют дозу. Они выпивают там 300 грамм, закусил, часик посидел, до свидания, ребята, и ушел. А ребята продолжают. А он ушел, но от этих 300 грамм он выглядит нормально. Он приходит домой, он не ложится спать, как вот вы, Женя, да? Продолжает работать. Он, да, он может с женой общаться, с детьми, даже с запахом. Да, ну, видишь, чуть-чуть выпивший, да? Но он не агрессивный там, не ложится спать, общается, идет в кино с женой. И она не против, потому что это ее не напрягает, да? Выстался и пошел на работу. Вечером он пришел с работы, жена, давай по 150. Выпили, и он больше поужинали, не меняется поведение. Ни у нее, ни у него там. Но это не очень хорошо, это бытовое пьянство. Но оно еще терпимо. Вот в Париже я был два раза, и там вот на каждом шагу вот эти вот кафешки, да? И сидят французы. У каждого француза фужер хорошего вина, сыр. И он целый вечер с этим вином, чашечкой кофе сидит. Больше он не пьет. Но они каждый день выпивают это фужер сухого вина. Это что, нормы? Нет. Но это привычное пьянство. То есть человек все-таки допускает выпивку. Есть ложное мнение, что это для аппетита. У нас, понимаете, теории меняются. То это полезно в небольших дозах, то вредно. Но я вам скажу, даже небольшая доза спиртного, это яд. Для мозга часть клеток убивает. Вот недавно была передача Елены Малышевой, да? У нее там есть невролог, там профессора. И вот такая передача, какой алкоголь лучше выбирать. Вот это мне было интересно, да? Вызвали мужика, ну красненького, уже они определили, что он любит это делать. Это специалист. И вот там стоит коньяк, виски, там все. И вот мужик берет, значит, водку. Вот эта водка московского завода лучше поставил. На первое место. На второе место там виски ставят. На третье. И вот врач подходит, говорит, вы знаете, мне трудно как-то вот говорить, что что-то лучшее. Все это плохо. Ну и самого там, что вот выбирать, ну виски вроде оно ближе к самогону, к нашему, да? Оно вроде лучше, но все равно это плохо. Так любая доза спиртного, она часть клеток разбивает. Это первое, да? Второе. Получается, что нет лучшей водки. Все это плохо. То есть, в конце концов, это разрушение, ты идешь на то, чтобы часть клеток мозга потерять. Даже в небольшой дозе. Но, если человек все-таки привычный пьяница, а у нас страна, нет запрета на это, да? Он выпивает. Он может по праздникам выпить или не в праздник там. Он может это часто делать или редко. Но если он не больной, то, пожалуйста, выпивай. Если ты ни себе не мешаешь, ни своей семье, ни работе, и твой интеллект на месте. Ну, как говорится, человек умеет выпить. Не умеет, а он просто еще не заболел. Да. Ну, можно сказать, да. Организм не пришел к другу. Совершенно верно. Он не болеет. Но, что самое интересное, из привычного пьянства растут роги алкоголизма потом, да? Вот если взять Евгения, да? Вот Евгений, скажите. Вы же тоже, когда начинали, могли выпить там с друзьями редко перед дискотекой. Не по праздникам. Ну, мог выпить часто или редко. Но доза какая была? Ну, сколько нормально? 350-400. Ну, 350 это нормально. 400 уже немножко многовато. 300-350 для привычного пьянца хорошо. 300 это хорошо. Да, 300. Если это привычное пьянство. И он закусывает. И он нормально себя ведет. Кусыр на двоих, короче. Да, пожалуйста. Это привычное пьянство. Но потом, если этот человек предрасположен, то он может заболеть. Потому что, вот вы спросили алкоголизм, почему у некоторых. Потому что здесь наследственный фактор играет. Вот здесь у Евгения отец пил, но 20 лет назад перестал пить. Так? И все, он не пьет. Значит, и наследственный фактор где? Нигде. Да. А если, допустим, у человека плохая наследственность, и он предрасположен, и пьет как все, то в конце концов он свою систему, которая участвует в обмене алкоголя, в мозге, в печь, он ее истощает. И он становится алкоголиком. Поэтому каждый из нас не застрахован. Любой человек может заболеть, даже если у него в генах там не по прямому наследству, а у каких-то там есть. Просто дольше надо времени, чтобы он спился. И если мы будем приветствовать привычное пьянство, а это частая нагрузка, там 300, 300, 300, то в конце концов алкоголизм. Может быть. И только редко кто доживает до старости, и так не спивается, и часто выпивает. Но даже частые выпивки в небольшой дозе, в конце концов есть другой алкоголизм, соматический. У меня был пациент, которого воспривел сын, у него умерла мать, и отец, ну горе такое, отец любил очень ее. И он каждый вечер брал бутылку вина, закуска, и ел, и выпил на ночь этого вина. И 4 года он это делал, ни сын не знал, ни на работе. Потому что днем он вообще трезвый, нормальный человек. А на ночь выпивал. И у него развился цирроз печени. От того, что он часто этим вином отравился. По своему организму. А все равно разрушается, понимаете. И при том разрушается у одного мозг, возникают припадки эпилептические. У другого печень, у третьего сердца. Почему все наши известные артисты, народные, все погибли, те, кто пили, погибли от водки. Те, кто перестали это делать, все живут, все нормальные. Но люди, каждый думает, что я особенный. Поэтому смотрите. Пронесет. Вот самое интересное, что Олег задал вопрос, что алкоголизм излечить нельзя. Мы можем только остановить, научить человека жить без этого, получать удовольствие от жизни, а не от водки. Потому что от водки уже удовольствия нет. А вылечить это, ну, надо пересаживать печень, а может и мозг другой посадить в голову. Чтобы он понимал по-другому. Все равно станет. Но печень пересадить невозможно, а над мозгом работают. Но если мозг будет хороший, то человек не дойдет до этого. Значит, пересадить мозг не можем, а переучить мозг и убрать ненужные вот эти сомнения мы можем. Поэтому вот пока во всех странах, во всем мире алкоголизм излечить, чтобы ты мог выпить, невозможно. Можно научить молодежь нашу правильно употреблять, культурно употреблять. Есть такая вот у меня помощь этим старшеклассникам, как научиться правильно употреблять и не заболеть. Но это отдельная разговор. Я считаю, если у тебя, это все равно, это болезнь на уровне, может быть, подсознания, может быть, это вот в печени, вот как вы говорили, не хватает каких-то веществ. Они не появятся, учи и не учи. Да, не перерабатываются. Если у тебя, они есть, вот эти вещества. Но может быть, наука дойдет до этого, когда-нибудь. И будет водитель, если наука дошла до того, что сердце, искусственную переговору, ротку уже хирурги делают. Когда-то это невозможно, все умирали с пороком. То есть, ну, надо ждать нам. Но пока сколько лет, уже сколько существует человек, эта проблема не решена. Мне кажется, это государству невыгодно, и оно не решено. Она была решена только, вот говорят, когда Чингискан завоевал все, да, там жесткий закон был. Вот тогда боялись, что там голову рубили, убивали кто там запахом. Но это же, мы же не можем такую меру применять. Поэтому мы должны учиться или правильно выпивать, или вообще не петь. Вот если бы Женю научили в школе, и он бы здесь не сидел, а выпивал. Нет, вот мне даже, вот сейчас, вот мне бы вы сказали, да, Олег, ты уже много не пил, да? Ну, уже три года, это немного, но это показатель. И вы бы мне вот предложили, Олег, давай я тебя научу пить, мне оно не надо. Не надо, да. Даже если бы я предложил это. Да. Даже если бы вы мне предложили, мне оно не надо вообще. Потому что у вас одна структура. А если вот есть такой другой человек, у него другие мозги, он говорит, вы мне пересадите новую печень, я готов на любую операцию, лишь бы потом пить. Если бы все равно пить, пусть меня трясет, колотит, все равно и пить не грушит. Если бы водка замерзала, я бы крысилась зубами. Какой еще у вас вопрос интересовал? Я бываю, а другие нет, да? Да. То есть смотрите, ведь алкоголизм уже ложится на разную личность. Есть люди, которые просто незрелая психика, незрелый ум, да? То есть это проблема биопсихосоциальная. Я вам по себе скажу, я же не был изначально алкоголиком. Ну, может быть, я и с рождения алкоголик. Отец у вас пил? Отец выпивал, но я не скажу, чтобы он так сильно выпивал. Вот мать умерла, он сейчас начал прикладываться. Ну, смотрите, короче, обычно, может быть, наследственность была плохая, такого-то времени он много не пил, и было нормально, а сейчас, видите, стресс, и человек ломается, да? Значит, первое, наследственность играет роль психологические качества личности, его характер, умение снимать стрессы, как он воспитан мамой, то, что бывает гиперопека, когда мамочка трясется, мальчика там воспитывает, все за него делает, вырастает, вроде ничего, потом раз оказался в какой-то ситуации, он ее решить не может, мама уже больна или не может до него дотянуться, и он идет куда? У нас народ запивает воре, или несчастье, но не подготовлен. Раз, не умеют люди некоторые говорить нет, вот стесняется он сказать нет, вот как я скажу в коллективе, что я не пью, что они про меня подумают, да? Ну, Господи, вот надо научить человека, чтобы он был выше этого, да? Своего коллектива в плане вот спиртного, да? То есть неумение сказать нет, неумение снимать стрессы, так? Неумение проводить время, потому что алкоголик как? А что я буду делать, вот я же работаю, а вот когда не работаю, вот строитель работает, там ложит кирпичи, кладет кирпичи, там все, а потом бац, у него свободное время, друзья и начинают пить. Он забывает, что есть спорт, есть любовь, есть культура, есть искусство, есть музыка. Ничего не существует, вот, когда начинают пить, ничего не существует, да? И вот из-за этого еще люди просто не считают, что можно получить удовольствие от воды, от леса, от озера. Не зря сейчас есть такие направления, что человек должен жить на земле, строить свой дом, выращивать деревья и не жить в этих клетках. Люди в клетках живут. Еще вот, знаете, извиняюсь, перебью, такой вопрос, что вы уж совсем вот так, а то думают, мы опускаем всех алкашей там, да? Да, да, да. То есть я и сам как бы алкоголик там, нам столько алкоголик, ну много алкоголиков, алкоголиков, я думаю, 90% из тех, кто выпивает. Но вопрос-то не в том, вопрос в том, что вот все-таки жены смотрят, канал мой, смотрят матери, смотрят все люди, которые переживают за алкаша, есть люди, которые просто ненавидят алкашей. То есть они думают, что вот человек, вот алкаш, он уже может не пить, понимаете? Ну это конченый человек. Чтобы вы объяснили, то есть алкоголизм это болезнь, и болезнь, которую нужно лечить, нужно помочь человеку. Очень хороший вопрос, тем более, смотрите, сейчас на эту тему все больше и больше передач. Вот я иногда смотрю передачу, пусть говорят, где Малахова вот эти проблемы подымает. И вот буквально недавно, значит, была такая тема, значит, про алкоголизм, что-то было. Вот у нас есть такой артист, не помню такой, ой, фамилия его выпала. Его отца показывали год назад, он сидел на урне в каком-то российском городе, ел арбуз, доедал, да, грязный, противный, старый, сморщенный, да. И там вокруг него ходили, потом оказался уже известного артиста, отец, который там бросил семью, когда он маленький был этот мальчик, да, и убил какого-то там человека, его посадили на 13 лет. Через 13 лет он пришел из тюрьмы, живет на урне и кричит, давай, помогай мне, я твой отец, давай мне внуков показывай. И вот передача, его привели, он грязный, сурна с этой привели, но видно, что умный человек, потому что он стихи читал, ну, когда-то был умнейший человек, да, то есть, но он находился в маниакальном состоянии, то есть, как раз то, о чем мы говорили, есть люди просто, которые пьют, а есть психически больные, там, есть маниакальное состояние, приподнятое, он не спит, пьет, там, и так далее. Или там, наоборот, депрессия. Но люди же не понимают, а он маниакальный, там, стихи читает, он, слово, ответ. Вот он в таком состоянии. Ну, и пришел этот артист на эту, как бы, передачу, у него спрашивают, как же ты отца вот не хочешь, он же пришел, ты ж сын, его это ж твоя кровь. Он говорит, а он меня бросил, он сестру бросил, и он просидел. Как я ему своих детей покажу, что этот ваш дедушка, это для них что, пусть лечится, покажет, что он хочет, тогда будем общаться. Все, это было год назад. В этом году, значит, уже показывают передачу, он пришел, я сам поразился, насколько он преобразился, вот точно так же, как вы. Он прекрасно выглядит, вот мужик, оказывается, он в каком-то центре, уже полгода, так, там работает, там его лечат, там, ну, все там делают. И он пришел, совсем другой вид, здоровается с людьми, там, культурно все. И сын пришел, ему говорят, ну, вот ты видишь, и он его впервые обнял. И говорит, я готов вот тебя сейчас признать, все, ну, а ты покажешь внуку, говорит, это надо время, ты должен себя показать. А сестра сидела, она так и не подошла к отцу, говорит, у меня нет к нему никаких чувств, потому что он меня не воспитывал. Надо время, надо время. Теперь смотрите, вот еще была передача, мать привела дочку, вот пьет, красивая женщина, когда-то вот спилась страшно, вторая привела дочку, что мне делать, вот пьет, то работает сожительный. И дочка привела мать, родилась ДЦП, бросила, и пила эта мать. И вот через 20 лет нашли, вот эта дочка, говорит, я хочу мать, чтобы она там не пила. Привели на передачу, Малаха устроил ее, Андрей, в этот центр, и она полгода в этом центре, понимаете, полгода она в центре, там что-то делает, ее врачи там лечат, и вот нарколог сидит, у него спрашивает, ну вот как она будет, пить не будет, я не знаю, может она и запьет, никакой уверенности нету, вот, надо еще ее держать. И тут Малахов выходит, говорит, так, женщины, вот 4, я вам даю слово, если вы еще полгода не попьете, я вас повезу на Мальту, бесплатно, месяц будем за наш счет, там будете веселиться, то есть у них глаза загорелись, то есть для того, чтобы вылечиться, надо еще и мотивация. Но я думаю, если бы мои пациенты, и мы бы с Олегом центр какой-то сделали, и держали хотя бы по месяцу у вас, наверное, вы не забыли, а? Конечно. Да? А все-таки, но это для тех, кто сомневается. Но вот мы с Олегом не месяц работали, а может быть 6 часов, две встречи там делали, и этого хватает для умных людей, чтобы не пить 15-10 лет. Если глупый дурак, деградированный, хоть ты его 100 лет держи, он все равно свое. То есть, понимаете, Олег, при этой болезни есть еще психопаты, так называемые люди с расстройствами личности, он даже если не пьет, он сложный. И поэтому там надо уже работать с личностью, и работать, потому что алкоголь наслаивается просто. И не все люди разные. Есть чистый, нормальный человек, там пьет. Ну, нужно сначала избавиться. Да, совершенно избавиться от алкоголя, чтобы посмотреть, как у вас депрессия-то было или нет. Ну, нет, вот этого не было. У меня ситуации очень... Ну, все прекрасно, потому что вы восстановили свой серотонин через спорт, через работу, через вот это творчество, общение с людьми. Все прекрасно. Поэтому каждый человек индивидуален, и всех лечить одним методом, там, бить по голове током или уколы делать. Ну, кто-то не будет пить. Кто-то вот, как вот отец Евгения, просто его поспорил с кем-то и 20 лет не пьет, плюс врач сказал там. Ну, у каждого своя голова. И врач только запускает это. А дальше все. Хорошо. Ну, все тогда... Или еще есть вопросы. Когда человек пьет, и он живет с женой, она привыкает к этому его поведению. То есть она привыкает спасать, помогать. И тут человек лечится, но она его немножко опускает. Ей даже выгодно иногда, что он пьет. Потому что когда он пьет, она с подругами там, что хочешь делать, там, может пойти. А он нам всем говорит, что у нас плохая жизнь. Когда он перестает пить, он становится личностью. И к нему требуется уже уважение. А она не готова к тому, чтобы его зауважать. Она все как к мальчику для питья относится. И возникают конфликты. Потому что у нее уже меньше прав, чтобы им командовать. А он личность. Он хочет, чтобы она его любила, чтобы она дома была чиста. Раньше не замечала. Потому что мне бывает, жены приходят и говорят, ну как он, не пьет, хорошо или нет. Да, я лучше пил. Я говорю, что это такое, что тебе не нравится. У нее уже другое ухладение. А он говорит, раньше вот он как-то не успею помыть посуду, не умеет, то я пойду. А сейчас он ходит, хочет, чтобы я его все время снил. То есть она, или мать, она всю жизнь опекает сына, а тут он пить перестал. А она все туда звонит, ему как ты. Она не может свою снять эту опеку. Ей как-то не по себе. Меняется структура семьи. То надо спасать все время, а тут надо для себя жить. Для себя надо жить. А так все время сыну надо звонить. Что она будет делать в свободное время? То есть надо с ней работать. Поэтому мы сейчас и будем работать. Алкоголизм это непросто. И вот жены, конечно, должны пройти психотерапию обязательно. Они просто вот приводят. Поэтому приходят с родственниками и с женами. Я говорю, его оставляю вам, а я через два часа его заберу. Я говорю, нет. В прошлый раз. Да, вот уж видите. Мама, блин. Да, мама. Вы тут, говорит, с ним поработайте, а я пошла. Я пошла, а то мне дела. Точно так же ко мне с детьми приходят. И мать говорит, вот он у меня не слушается, плохо учится. Я его вот оставлю, да? А я побежала. Я говорю, стоп, дорогая. Потому что поведение ребенка, это семья. Во-первых, она должна понять, она должна выслушать. То есть он раскроет свою душу, он скажет, почему он пьет. Может быть, она поймет, что-то она может так делать. Нет, вы даже имеете в виду, даже маленьких детей приведет, бросит и побежал. Я говорю, стоп, давай-ка смотреть. Ребенок не просто так себя ведет. Ты, может, и точно окажется, что это из-за мамы, из-за этой вся проблема возникает. Понимаете? Поэтому тут в каждом варианте. Ну, конечно, женам надо же поддержать мужа, но вы сами подумайте, если жена терпит всю жизнь и на этой передаче набрасываются, почему ты его не спасаешь? О, был то же самое, шикарно было на артист балета, Большого театра, да? Когда-то он с Майей Плесевской танцевал. И вот его показывают, с палочкой, страшный, значит, ходит, ну, видно, что алкоголик. И вот его привели, он говорит, меня сын вызвал с квартиры, значит, ты не хочешь со мной заниматься. И вот он пришел, рассказал, и у всех слезы, как этот сын эгоист, сволочь, отца своего бросил. Показывают сына, и сын рассказывает, что он жил в квартире, все было нормально. Но он приводит друзей, устраивает пьянки, писает там в углу балкона. Ну, он говорит, у меня же семья, я его прошу, иди лечись. Он говорит, да пошел ты. И он его говорит, иди туда в этот, как его, богодельню там куда-то. И отец живет там. И вот все жалеют, как-то у тебя совести нет. И вот тут, понимаете, двояпа, совести-то нет, но как понять этого сына? И вот некоторые говорят, а как же он семью разрушает, он не хочет лечиться. Но правда потом артисты, которые были там, ну, сидели, говорят, да ты брось пить, и потом тебя будут признавать. А он уже инсульт получил, уже больной от этой водки. И вот с ним потом, вот жалей такого. Ну, надо жалеть? Надо. Надо сначала полечить, а потом его простить. А он не хочет лечиться. И что тогда сыну делать? Терпеть все это дело? Точно так же жена. Терпит, 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 отказывается от лечения. Но потом она берет чемодан и уходит. Да, конечно. Но если же человек вылечился, то есть прошел лечение и не пьет, вот тут надо его поднимать, и тут надо жену просто уже научить, уважать этого человека, потому что он пошел на изменение. И она должна изменить свое отношение к нему. Тогда будет нормально. Поэтому здесь надо индивидуально подходить. Ясненько так. Ну и на сегодня все, как бы, что мы хотели сказать. Если у вас будут вопросы какие-то, то мы еще встретимся с Леонидом Львовичем и поговорим. Если же у вас существует такая проблема алкоголизма, как бы, ну, ни для кого не секрет, я тоже выпивал, да, и у меня довольно-таки очень плачевная была ситуация. То есть я не мог из этого выйти, мне не хватало силы воли. Ну, то есть тоже я в этих докторов уже не верил, кодировался очень много раз, именно кодировался. Вот Леонид Львович, он не кодирует, это гипноз, просто он поправляет ваши мозги на место. Не знаю, что там происходит, но, блин, работает на 100%. Поправляются в мозге хорошие. Да. И, то есть если у кого-то есть такая проблема, люди ездят, вот при мне, когда я лечился, Виталик, когда лечили, из Польши народ приезжал, и отовсюду, приезжают со всех уголков. Не ищите, не надо искать каких-то бабушек там непонятных, там очень много шарлатанов. Вот, поверьте мне, если, как бы, мое слово для вас авторитетное, да, у меня была проблема, именно вот этот доктор решил эту проблему. Если у вас есть проблема, найдите деньги на то, чтобы здесь жилье на какие-то 2-3 дня. Если вы с Леонидом Львовичем договоритесь заранее, вы здесь и гостиницу найдете, можете позвонить мне, я заранее найду для вас гостиницу. Приедете с доктором, договоритесь о встрече и избавитесь от этой алкогольной зависимости. Ну, здесь нужно ваше решение, то есть не ваше, решает, скорее всего, жена, да, мама, папа. Здесь нужно решение самого больного. Именно больного. Алкоголиков я называю больными, потому что это болезнь. То есть болезнь, так же, как и грипп, так же, как и любая другая болезнь, ее надо лечить. А просто ходить и говорить, что ты кашляешь, что у тебя там сопли лезут. Человек болеет, ему надо вылечиться, понимаете. Вот, так же и, как бы, я оставлю данные. То есть данные у меня есть, если вам нужно, я их выставлять не буду на обозрение, звоните мне в личку, пишите мне в личку, и я вас сведу с доктором. То есть милости. И вопросы вы можете задавать. Да, вопросы можете задавать. То есть если у вас еще какие-то вопросы назреют, много будет вопросов, то есть мы снимем еще отдельное видео. Вот с Леонидом Львовичем мы еще решили снять, снимем людей, которых он лечил, которые исправились, которые чего-то добились в жизни. Ну, по мне вы тоже можете видеть. То есть у меня есть свое дело, у меня есть общение с вами. Много чего я добился. Во-первых, я добился равновесия в семейной жизни, что немаловажно. Ну и, как бы, на этом все. Всем добра и бабла. Спасибо. Спасибо.